всем привет сейчас распакуем и посмотрим что такое трамповский спальничек оймекон т-лофт регуляр и тут также будет регуляр это ростовочка полная 225 у нас будет в этом же обзоре их не компакт оймекон ростовка 22 метра ну те 800 и кило 900 достаточно теплые спальники по характеристикам посмотрим как они вообще выглядят внутри такая красивая вышивка трамп вот они два регулира и вот регуляр и вот регуляр левый правый я один сжал чтобы показать что он достаточно компактный в принципе компактнее чем если сравнить с тем же термским фараоном он реально компактней хотя в разобранном в разобранном виде смысле нет сжатым он такой же компакт значительно меньше при этом температура классная сейчас раскроем посмотрим что это поближе упаковочку на посмотрим ну а здесь с одной стороны есть фастекс простенький вроде неплохо работает нормально а два пасты вот еще один сейчас достану не забыть видите как он свернут аккуратненько вот назад его запихивать можно не не так же красиво как на заводе просто сумбуром я покажу как я вот его разверну вот такой вот спальник вот я раскрыл рулетку вот 225 это если вот вообще вот до краев ткани 225 ну так где-то 220 его не растягивать вообще вот такой смотрим поближе что у него есть ткань сама ткань сейчас фокусируется она вот идет с рип стопом кстати очень похожая ткань по рип стопу как у них на палатках серии экспедиционной но она само собой другая ткань дышащая но при этом я думаю что она с пропиткой то есть просачиваться не будет влага быстро приятная плотная ткань на ощупь у нас воротник нет это не воротник как как правильно его сказать есть овал вокруг лица сейчас я его раскрою более детально посмотрим у трампа замки очень даже прикольные они даже вот одной рукой удобно их открывать закрывать то есть они практически не цепляются за ткань даже если не зажевывают то есть здесь получается вставлена вот такая вот ременная лента специально жесткая достаточно чтобы она максимально не закусывала видно между молнией и тканью еще такой вот кусочек ременной ленты за счет этого молния лучше ездит меньше закусывает вот она вот так вот сделано понятно что одной рукой это все равно не так удобно расправлять как-то тогда но все равно замок ходит хорошо есть вот с одной стороны вот такая петелечка которая скорее всего ночью подсвечивается я не уверен не так предполагая мне так кажется изнутри ее нету и есть возможность снизу открывать замок то есть измените 2 снизу односторонние то есть если здесь собачка двухсторонняя вот такая снизу снаружи открывается в принципе я думаю этого достаточно такая вот собачка тут замки не юкака но они надежные классная травка в плане замком можно не переживать есть утеплительная планочка вот такая интересно по плотности достаточно плотный спальник конечно видео не передает но спальник скажем так ощущается что не пусто между пальцами да когда прощупаешь то есть реально там ты даже когда сжимаешь там где-то сантиметр до сантиметра какого-то утеплителя который написан в описании он там какой-то совершенствованный есть вот такой вот кармашек там где липучка первый раз открывается такой кармашек для мелочей прикольный есть отделение для подушечки такое достаточно мелкая чтобы подушка не вылазила соответственно вот оно зашло и вот здесь увеличивается вверх глубину это удобно можно и не подушку какие-то вещи запихнуть близко к примеру есть воротник воротник здесь вшит конечно приятнее если бы он был не вшит а был либо на липучке либо на то то есть делал полный круг чтобы можно было его отдельно затянуть его то можно вот отдельно затянуть да вот есть затяжка для воротника но получается он будет затягивать к молнии ну тоже как вариант так делает что еще ну валик вокруг лица есть такой анатомический капюшон надо будет попробовать затянуть вокруг лица как она выглядит и вообще попробовать на него залезть вот я еще нашел кармашек сразу не показал есть кармашек с такой сеточкой там обильно поместится и вот тут описано его размеры кстати внизу сейчас ногах померяем нейлон 40d 300t ripstop 210 внутренняя ткань наполнитель the loft два слоя по 150 грамм вот так вот ручная стирка сейчас посмотрим внизу внизу сейчас я попробую растянуть ну в общем если вот так вот двумя руками тянуть то будет 50 а а так где-то 45 все-таки он и в высоту поднимается сейчас попробую заснять как я в нем буду быть так его попробую залезть а у меня метр девяносто как вы все помните сейчас нащупаю штуку в помещении уже жарко ну мне достаточно просторно сейчас я посмотрю насколько я смогу закупориться что я не посмотрел где не видишь тут интересно где он затягивается это воротник а где капюшон затягивается жарко как его не посмотрим сейчас посмотрим так вот тут затягивается вот тут затягивается воротник капюшон ага аж тут затягивается сейчас все подготовим сейчас все будет надо же все протестить изнутри да как оно теплый спальник так интересно рабочих условиях проверить проверим и ждем еще отзывов клиентов так эта штучка конечно тоже попадает между достаточно легко убирается можно дальше и мы все все и все все в залог любого спальника это максимально закрыться в принципе вот здесь и под горло сейчас еще затянусь в ней то есть когда у вас минусовая погода за бортом вот этот валик он специально продуман для того чтобы вы сделали максимальное максимальное его затянули и вам было при этом комфортно в принципе тепло даже жарко вот здесь вот вот так вот поправим нет нормально достаточно все везде прижимается чувствуется что особо есть возможность затянуть все то есть и воротник в принципе особо тогда и не нужен вот так иначе в принципе не знаю но и не имеет вправе будет полный обзор так вот два спальника сейчас их быстро соединим полностью раскрываем змейку вытаскиваем рассоединяем и вот они левый правый если лежать спиной молния у одного слева у второго справа теперь берем молнии соответственно у них и пришиты по-разному берем и соединяем ближние две ближние стеночки спальника они соответственно с одной стороны нету змейки со второй стороны ездить и всовываем и как обычно закрываем получается такой один большой спальник дальше соединяем здесь и пошло все у вас получается ноги каждого в своем дальше пошло два кокона красивых что еще интересно как она тут доходит шивки будет любом случае теплее потому что вы будете греть друг друга плюс-минус она одинаково закупоривается поэтому видите тут такая все таки все равно будет чуть выходить тепло между вами но в то же время будет больше тепла у кого теплообмен меньше другой один друг друга согреет всегда можно вот эту часть там чем-то придавить там какими-то если будет сильно холодно вещами это все нормально так дальше у меня есть еще компакт интересно а на сколько он меньше так меньше меньше вопрос вот у меня правый компакт мы сейчас рассоединим и попробуем отсоединить что будет уроки я всегда спрашиваю то что будет сейчас посмотрим сейчас рассоединим компакт сделаем маленький присоединю замки ходят отличного крампа так главное не спешить все везде зашло нормально до конца все засунуть так и что мы видим у нас просто в конце вот такая разница по моему вот буквально пять сантиметров разница по моему ничего страшного и внизу вот такая тоже сантиметров до двадцати или двадцати так ну вот все все самое интересное еще тут залезть наверно залезу угол маленький вообще просто понимать так чисто на скидку три метра девяносто два метра ну слушайте даже 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 нормально даже не сильно натянут поэтому в принципе не такой еще маленький ну само собой для меня он маловато но в целом я думаю для людей метр восемьдесят будет хорошо так вот оно как выглядит мы вот так заводим сделаем молнию ой видите собачки у меня вот это тяжело сделать сейчас сделаю вот завели ну как обычный спальник заводим пошло все и мы соединили был спальник ничем не отличается как закрытый обычный спальник просто у меня более с двух сторон все подписывайтесь на канал будем рады будем просите скидку всем подписчикам скидка ставьте лайки дизлайки комментарии это помогает развиваться каналу и нам вообще помогает понять вам нравится не нравится будем рады пока пока и да берете вот упаковку не мучаетесь его закрыть перед тем как складывать желательно чтобы нигде не перегнуть лишний раз молнию закрыли закрывается как в сравнении с многими другими спальниками вообще классно да чуть-чуть бывает зажевывается но как по мне это мелочь потому что в сравнении шикарно взяли за любой конец и пошло вот так раз ставили и с прокруткой так я сюда вот так запихиваю это быстро надежно и просто так так по кругу трамбуется закрепили не разъезжалось нашли где тут все надо открыть все испанник готов не нужно мучиться его там сворачивать красиво он так будет более пушистый так считается более правильным все везде красиво подтянули как вам нужно ну и подтягивать тоже чтобы швы вот эти сильно не насиловать берем придавили подтянули придавили ибо колен либо рукой вот подтянули все тогда легче пока-пока